Могилевшина одна из лучших в Украине по нарыхтации травяных кормов. По весне аграрии переглядили от поведной площади. На 16% больше посеяли шмот годовых и одногодовых трав. Значную прибавку повинна дать и кукурузу, которую убирают для силоса. Все лета господарки в области отримали добрый уроджай этой культуры. 18,7 центнера кормовых одинок на умовную голову буйны рогаты живёлы нарыхтовали у Могилевской области. Это лепший показчик у Беларуси и амаль на 4 центнеры больше леташнего. Увеличили площадь однолетних трав. 88 тысяч ктар подсей на многолетних трав. В целом, в том числе 75 тысяч. Это бобовые, бобовые, злаковые. Из них 16 тысяч – это люцерны. Это одна из наиболее ценных культур и по белку, и по переваримому протеину в первую очередь. У планах ясче повеличить площадь под люцерну. Травяные кормы закладывают у силосные ямы, а так само закатывают у полимер. У господарцы круглянский рассвет, всё лето – добрая конюшина. Я ее нарыхтовывать по прогрессивных технологиях. По питательности намного лучше и качественнее, чем по простым технологиям. Соответственно, питательность даёт прибавку молока. То есть больше молока – больше денег. Кукуруза сё лето так само уродила. У некоторых господарков Могилёвщины нарыхтовывать 414 центнеров с гектара кукурузного силоса. Покажчик добрый и верогодный ясченник аншатковый. Убирать кукурузу только распочали. Початок, видите, неплохой. То есть верно сформировано, налито, можно сказать, выполнено. Уроджай кукурузы в этом году у нас 410 центнеров с гектара. Но это лучше, чем в прошлом году? Конечно. Лучше намного, чем в прошлом году. Центнеров на 110. У Вогулі середня уроджайность кукурузы по області – 304 центнера с гектара. Их это удвоя больше за летошнюю. Алена Соловьёва, Миколай Соболёв. Новинирегион.